Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте. Хочу телезрителям озвучить тему, на которой мы сегодня будем говорить. Это программы, которые работают в нашем регионе о поддержке предпринимателей. То есть на что направлены наши программы, какие существуют программы и чем они помогают нашим предпринимателям. Спасибо. Добрый день, уважаемые телезрители. Фонд Дому является оператором ряда государственных программ, которые оказывают поддержку различным предпринимателям согласно их статусу. То есть мы поддерживаем малый, средний и крупный бизнес. Для каждой категории предпринимателей есть определенные программы. На сегодня одной из самых популярных программ является единая комплексная программа поддержки предпринимательства, в которой уже многие телезрители и предприниматели знакомы. Это основные инструменты, которыми являются субсидирование и гарантирование. То есть мы субсидируем процентную ставку по кредиту, тем самым удешевляем кредит, который получают предприниматели в банках второго уровня. Плюс мы предоставляем гарантию фонда предпринимателям, которые получают кредиты в банках, но у них не хватает залогового обеспечения. В этом случае помогают наши гарантии. Если остановиться на субсидиях, то на сегодня процентная ставка по кредиту, если предприниматель хочет участвовать в государственной программе, является ставка нацбанка плюс 5%. То есть это 14,25 плюс 5% это 19,25% максимальная ставка, по которой предприниматели получают кредит, чтобы участвовать в госпрограмме. Из которых, если предприниматель занимается производством, то есть это обработка, производственные проекты, то здесь предприниматель платит 8% по кредиту 3 года, оставшиеся 2 года дифференцировано 9% и 10%. Разницу оплачиваем мы. То есть предприниматель получает кредит в банках. То есть предприниматель эту разницу не ощутит. Да, он получается, кредит получает по ставке 19,25 в банке, но при этом он платит только 8 первые 3 года. А вот эту разницу 11,25, эту нагрузку на себя берет государство. То есть через фонд ДОМУ мы вот эти вот субсидии оплачиваем банку за предпринимателя. То есть в целом, если говорить в общем, то программы, государственные программы через ваш фонд ДОМУ реализуются на поддержку. То есть на то, чтобы бизнес развивался. На открытие бизнеса, то есть направленной программы или уже на действующий, развивающийся бизнес? Нет, у нас нет какого-то требования, что это должен быть только действующий бизнес. В программе могут участвовать и начинающие проекты, и действующие. Более того, для предпринимателей, которые только начинают, для стартап-проектов, у нас предусмотрен такой инструмент гарантирования, то есть когда не хватает залогов, по которому мы 85% от суммы кредита берем на себя нагрузку именно по залогам. То есть предпринимателю, например, нужно 10 миллионов. Для того, чтобы получить 10 миллионов, он хочет начать бизнес, стартап, проект. Для того, чтобы эти 10 миллионов получить, ему нужно залогом обеспечить кредит. Для этого ему необходимо найти только на полтора миллиона залоги свои. А 8,5 миллионов, то есть это покрытие идет от фонда ДОМУ. То есть очень такой удобный инструмент и нужный для предпринимателей, которые только хотят начать бизнес. То есть вы, можно сказать, прикрываете предпринимателя от каких-то рисков? Ну да, по залогам мы за предпринимателя, получается, гарантируем банку возврат вот этого кредита. В размере до 85%, если это стартап проект. А есть ли какие-то проекты, которые не могут пройти, например, через какие-то программы вашего банка? Через фонд ДОМУ. Здесь получается как? Вообще сам по себе механизм получения господдержки мы работаем только через банки. У нас нет прямого финансирования и прямого какого-то субсидирования. То есть мы работаем через банки, предприниматель обращается в банк, банк одобряет, обращается дальше к нам с заявкой на получение господдержки. И мы по этому кредиту, по которому банк одобрил, мы по нему уже принимаем решение о субсидировании либо гарантировании. Конечно, есть такие причины общие, по которым предприниматель может не пройти, то есть ему банк может отказать. Но это такие стандартные. То есть если у предпринимателя есть просроченные обязательства, задолженность по другим кредитам, где-то он не исполняет обязательства, отрицательная кредитная история. То есть это один из таких самых основных причин, по которым может быть отказано в кредите. Либо там на момент обращения может быть у него налоги, задолженность по налогам есть, то есть не должно быть задолженности по налогам. Либо там может быть какие-то есть судебные разбирательства, аресты на счетах и так далее. Или неисполненные обязательства каких-то по судебным решениям. То есть вот эти все моменты банк рассматривает. И в принципе, когда к нам приходит предприниматель, он уже приходит готовым, можно сказать. И уже на этапе подачи заявки у него уже все вот эти параметры, критерии уже банк рассматривает и фильтрует. Поэтому мы уже рассматриваем проекты после банка. А есть ли какие-то принципиальные, может быть, правила для направления? То есть для чего именно предприниматель берет кредит? Например, ему нужен какая-то техника? Либо ему нужно просто в целом расшириться? Конечно. В рамках единой комплексной программы определены приоритетные отрасли, по которым может предприниматель получить поддержку. То есть это, если так в целом сказать, это проекты направленные на производство. То есть проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Это проекты в сфере образования. Это проекты в сфере медицины и услуг, не всех услуг, конечно, но в части транспортных услуг, где-то гостиничных. То есть если так говорить, то это крупные проекты? Строительство школы, строительство больниц? Это не обязательно крупные проекты. Это могут быть проекты, которые относятся к категории микропредпринимательства. Для этой категории у нас вообще в самой единой комплексной программе есть несколько внутри направлений. Одно из направлений – это поддержка микро-малого бизнеса. Там, где у нас сумма кредита максимальная – до 20 миллионов тенге. То есть это одна категория. Далее второй континент – это микро-малый-средний бизнес. То есть это салон красоты, шиномонтажка, пекарня и прочее. Да, то есть шиномонтажка сейчас не относится к приоритетам, она уже исключена. Но салон красоты, да, вот именно в микро-бизнесе он может быть. В микро-бизнесе нету отраслевых ограничений. То есть если предприниматель только хочет начать, и максимальная сумма кредита у него необходимая – до 20 миллионов тенге, он может рассчитывать на поддержку, независимо от того, на какую деятельность он хочет направить. И когда уже предприниматель дальше растет, он уже, когда относится к малому-среднему бизнесу, там уже суммы кредита до 3 миллиардов тенге, и там нужно соответствовать уже приоритетным отраслям экономики, которые определены правилами. И также есть еще одно из направлений, где может участвовать и крупный бизнес. Там тоже есть определенные виды деятельности, определенный перечень видов направлений деятельности, по которым предприниматель может получить поддержку, где может участвовать крупный бизнес. И суммы кредита там уже до 5 миллиардов тенге. Кроме вообще вот этой единой комплексной программы, хотелось бы отметить, что у нас сейчас вот есть новые инструменты, которые мы сейчас также реализуем. Во-первых, это программа, направленная на поддержку проектов в сфере АПК, на весенние полевые уборочные работы. То есть по таким проектам мы предоставляем гарантию для аграрной кредитной корпорации, для кредитных товариществ, которые работают с аграрной кредитной корпорацией, и для нескольких банков, которые подписали с нами соглашение. Это Фридом, БЦК и Народный банк. В этих банках и в этих финансовых институтах предприниматель может получить кредит под гарантию до 80% от суммы займа. При этом не нужно ждать от фонда дому, когда мы рассмотрим и так далее. Здесь уже финансовый институт сам принимает решение. И нашу гарантию в размере до 85% именно по проекту, который направлен на пополнение оборотных средств, на весенние полевые уборочные работы, поскольку для крестьянских хозяйств, которые занимаются подобным видом деятельности, это очень актуальный продукт, когда нужно вложить определенные средства для того, чтобы провести вот эти работы. И поэтому сейчас в декабре планируется. Вообще на такие виды работ, конечно, лучше заранее побеспокоиться тем же предпринимателям, обратиться в банки, в АКК, о том, чтобы получить такой кредит, принять решение сейчас, в конце года, чтобы весной этот кредит получить уже на... Ну, в целом, как часто обращаются именно сельхозники нашей области в дому, чтобы получить какую-то определенную поддержку и помощь. Насколько мы знаем, что сейчас глава государства тоже определил, что необходимое внимание нужно уделять именно аграрному и сельхозному направлению. Поэтому, насколько эта программа выгодна и насколько часто за ней обращаются? Программа это сейчас для фонда дому, она сейчас новая. Вообще, как вы знаете, именно сферу АПК активно финансируют. Это аграрная кредитная корпорация, Каза Агрофинансы, это те институты, которые специально созданы именно для поддержки и финансирования таких проектов. Для нас сейчас в целом вообще сельхозпроекты, у нас нет ограничений. Можно, если банк готов финансировать, то мы готовы поддерживать такие проекты. А вот именно вот этот инструмент, о котором я сейчас говорю, гарантирование проектов в сфере АПК на весенней полевой уборочной работы, это новый продукт. И вот только он сейчас начал реализовываться, мы летом профинансировали, прогарантировали, вернее, 6 проектов. Это проекты, которые были выданы АКК и кредитное товарищество. Там мы предоставили такие гарантии в размере 85%. То есть для крестьянских хозяйств это очень такой выгодный и удобный инструмент, потому что, как правило, у подобных хозяйств, крестьянских, фермерских, не всегда есть обеспечение в городе, чтобы его предоставить, залог какой-то ликвидный. А здесь 85% наша гарантия. То есть им нужно найти только 15% от суммы кредита в виде залога для АКК или для банка. Вы знаете, у меня такой вопрос сейчас к вам. То есть во время паводка многие предприниматели оказались в очень затруднительном положении. И какая помощь была оказана в данном направлении? То есть эта работа и по сей день ведется, ну, в частности, фондом ДОМУ. Но касательно противопаводковых мероприятий, фондом ДОМУ совместно с банками, мы же господдержку оказываем предпринимателям через банки второго уровня, соответственно, это наши такие тесные партнеры, с которыми мы вместе оказываем эту поддержку. Именно проекты, которые для таких проектов, которые оказались в такой ситуации трудные, были, принято решение, что мы в течение 4 часов принимали решение, то есть в первоочередном приоритетном порядке по таким проектам о предоставлении отсрочки по погашению займа. То есть банк принимал решение, предоставлял нам, и мы в течение 4 часов давали решение о том, что проект поддержан. То есть ни один проект не остался без поддержки? Нет, по таким проектам ни по одному проекту отказов не было, потому что мы понимаем, что это необходимые меры для того, чтобы предпринимателей поддержать и работать им дальше. Поэтому именно противопаводковых мероприятиях мы участвовали таким образом. Мы поддерживали проекты по предоставлению условий об отсрочке погашения. Насколько месяцев примерно была отсрочка? У всех там разное. Там уже было по запросам предпринимателей. В зависимости от ущерба. В зависимости от ущерба. Но ущерб мы здесь не смотрели. Здесь предприниматель обращался сам же. Он понимал, мне там три месяца хватит на то, чтобы восстановиться. Либо там полгода. А насколько просили, то есть настолько мы не одобряли. То есть отказов не было? Нет, отказов нет. Ну если вернуться к программам, то есть какие еще программы есть? Если вернуться к программам, есть еще сейчас новая программа. То есть, как я уже сказала, мы разные сферы поддерживаем. Для каждого предпринимателя есть все равно какой-то инструмент, который он может использовать. Сейчас утверждены правила субсидирования для проектов в сфере торговли. Это новая совершенно программа. По ней мы еще даже как бы не начали реализацию, но я бы хотела уже озвучить. Эта программа утверждена. И мы просто ждем по ней только финансирование. Банки уже потихоньку начали принимать заявки. Здесь могут участвовать все проекты, которые заняты в сфере торговли. Это могут быть магазины у дома. Это же очень популярный такой вид деятельности в городе. Магазины у дома – это торговые дома. То есть это можно брать кредиты на приобретение, на расширение, на модернизацию торговых домов, на приобретение помещений для того, чтобы модернизировать его там под торговый дом, на приобретение помещений для того, чтобы открыть там магазин. Для предпринимателей, у которых действующий бизнес такой есть уже, можно получить поддержку на субсидирование кредита, на пополнение оборотных средств, чтобы увеличить ассортимент, приобрести там товар, пополнить там ассортимент. То есть любой кредит абсолютно. На торговлю, да. Это вот сейчас новый инструмент. Но мы планируем, что ориентировочно в октябре месяце мы начнем. Да, условия какие-то необходимые. Условия. Здесь максимальная сумма кредита до 3 миллиардов тенге. Если это в сельской местности, до 1,5 миллиардов. Также здесь субсидируется ставка. Предприниматель по ней, по кредиту, который получает в банке, платит 9%. То есть для предпринимателя ставка составит 9%. Вот это вот то, что нужно для предпринимателя. То есть и банки охотно идут по сотрудничеству? Конечно, да. Это же для банка здесь, во-первых, это возможность поддержать как можно больше проектов, увеличить свой портфель судный. При этом, поскольку эти кредиты субсидируются, для банка меньше рисков по невозврату займов. Потому что платить 20% по кредиту или 9% это же большая разница. Поэтому для предпринимателя это очень хороший инструмент, который, я думаю, будет очень популярным. То есть ожидается? Ожидается. Вот мы ждем, планируем, что это будет в октябре месяце. При этом эта программа, она, допустим, предусмотрена только для городов. И областных центров областного значения. То есть республиканского значения, там, Астана, Алмата. Такие города, они не могут участвовать в этой программе. То есть эта программа нацелена на поддержку региональную. То есть на расширение. На расширение, на открытие. Понятно. А есть ли какой-то список видов деятельности, на которые, как мы выше говорили, аж на монтажке, то есть на которые, допустим, есть какие-то ограничения. Дать такую-то определенную сумму, ну и все на этом. Ну, здесь такого нету, что ограничения по сумме. Здесь сама программа предусматривает определенный вид, перечень видов деятельности, которые могут получить поддержку. То есть и неважно, там, это будет 100 магазинов и, допустим, 2 салона красоты. Ну да, все зависит от суммы. Получается, вот, допустим, если это салон красоты, то он может участвовать только по одному продукту, вот в рамках этой программы, по которому максимальная сумма 20 миллионов. Если он может на 20 миллионов открыть 2 салона, без проблем. То есть ограничений в этом плане нет? Ограничений нет. Здесь по суммам, здесь уже нужно смотреть, смотря какая деятельность. То есть для каждого предпринимателя можно подобрать вид программы государственной и вид поддержки, которую он может получить. В целом, то есть опыт самого предпринимателя, который, допустим, новичок, который вообще не смыслит сейчас в данной сфере ничего, но хочет попытаться это сделать, вы можете подобрать какую-то программу. Ну да, да. Можешь подсказать, по какой программе он может профинансироваться. А о том, конечно, каким видом ему деятельности заняться и что ему там нужно, это предприниматель, естественно, должен решить сам, потому что это его риски. Он должен понимать, на что он идет и каким образом будет возвращать это. Вот если говорить о рисках, в случае, если предприниматель оказался неплатежеспособным, то есть если бизнес у него не пошел, если говорить простым языком, есть ли какая-то поддержка, то есть какая-то гарантия с вашей стороны? Ну, если бизнес не пошел здесь, смотрите, если предприниматель получил кредит, получает господдержку, вышел на просрочку, мы даем три месяца на то, чтобы он каким-то образом решил эту проблему с банком. Если банк готов сделать ему реструктуризацию, то есть ему установить новый график, там отсрочку какую-то дать, то мы готовы поддерживать. Если банк говорит нет, мы считаем, что здесь нет никакой перспективы, то мы в любом случае ждем три месяца, через три месяца нам банк говорит, все, три месяца прошло, предприниматель, там, перспектив нет, он не погашает. В этом случае мы прекращаем субсидирование, потому что мы не можем поддерживать проекты, использовать государственные деньги на проекты, которые не работают. И если в этом случае обязательно проводится мониторинг, если целевое использование средств изначально подтверждено, то мы просто прекращаем субсидирование. А если он и целевое использование не подтвердил, то есть получил деньги, использовал их не на те цели, на которые планировал, то в этом случае он обязан возвратить те субсидии, которые получил. Спасибо большое, я хочу вам сказать за то, что пришли сегодня к нам в студию. Телезрителям, я напомню, мы говорили сегодня о поддержке наших предпринимателей. В гостях у нас был директор регионального филиала Фонда развития предпринимательства ДОМУ по Актюбинской области. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...